Портрет Посетители Радического музея подолгу задерживаются около него. И обычных зрителей, и художников-профессионалов легко понять. Портрет этот обладает особой тревожно-притягательной силой. Конечно, смотрят они его по-разному. Художники, кроме чисто зрительского восхищения, получают и важные уроки мастерства. Они учатся искусству мгновенного захвата внимания, органичной соподчиненности всех выразительных средств. Суриковский портрет поступил к нам в 1922 году из Государственного музейного фонда. Тогда он назывался еще Национальный музейный фонд. Мне всегда было странно, почему портрет такого уровня не оставили себе, скажем, третяковцы, которые имели явный приоритет при отборе вещей из музейного фонда. А суриковских портретов, именно портретов, нетипажных образов, довольно мало. И диву давался, почему они все-таки его так легко, так сказать, уступили нашему музею. Разъяснилось это вообще, говоря, не сразу. Василий Иванович Суриков написал этот портрет в 1910 году. Полина Ивановна была женой художника и мецената князя Сергея Александровича Щербатова, близкого к кругу мастеров мира искусства. В его московском доме встречались крупнейшие деятели русской культуры начала XX столетия. В своих мемуарах, изданных в 50-е годы в Нью-Йорке, в издательстве имени Чехова, князь Щербатов так вспоминал о своей супруге. Не подобает мужу описывать красоту и прелесть своей жены, но как художнику, да будет мне дозволено все же сказать, что она была видением большой красоты и поэзии, с матовым жемчужно-белым цветом лица, с нежно-розовым румянцем, с белокурыми волосами, отливающим и червонным золотом, с редкостно красивыми поющими линиями ее высокой стройной фигуры, поражавшей своими античными пропорциями. На музейном портрете она выглядит иной. Никаких ассоциаций с мраморными богинями не вызывает. Ее охотнее представляешь в атмосфере старомосковского быта, воссозданного в суриковских полотнах из жизни до Петровской Руси. Рука исторического живописца угадывается здесь мгновенно, и сразу же напрашивается ряд параллелей и аналогий из собственного творчества этого художника. Фрагменты его больших полотен и портретные этюды явно ориентированы на создание исторических персонажей. Буквально через год Щербатову собирался писать Серов. Естественно, Щербатов, хорошо знавший манеру художника не льстить моделям, а иногда выявлять в них не самые приятные черточки, он очень опасался и вместе с тем с большим интересом отнесся к тому, как Серов справится с этой задачей. Но так получилось, что Серов был человеком чуткого сердца, и он сумел разгадать незаурядную личность этой модели. «Какой там сахар? Лишь бы горчицы не подложил!» – воскликсал Щербатов. Тревоги оказались зряшными. Художник отнесся к его жене с симпатией. В беседах во время сеансов он сразу почувствовал ее незаурядность и широту ее интересов. «С вами можно и разговаривать, а я-то думал, что с княгинями только о шляпках нужно говорить». В устах саркастичного Серова это уже звучало комплиментом. Уже была найдена и окончательно выверенная композиция портрета. Закончив рисунок, мастер номеровался приступить к живописи. Его внезапная смерть помешала этому. А через несколько дней портретный рисунок с надписью «Последняя работа Серова» перекочевал в Третьяковскую галерею. Ни восторженный, ни склонный к идеализации Серов показал и красоту лица, и горделивость о самке, и те самые поющие линии фигуры, о которых вспоминал в эмиграции дряхлеющий князь. И, видимо, все это действительно было. А если Суриков создал образ, резко отличающийся от Серовского, значит, были у него на то какие-то свои основания. Я думаю, что они коренились прежде всего в том, что он был историческим живописцем. И его она интересовала именно, ну, как бы вам сказать, такой сохранностью народно-национальных черт русского характера. Сергей Щербатов вспоминал об этом так. Итак, Суриков, как я сказал, очень увлекался обликом моей жены и почувствовал к ней сердечную симпатию. Уж очень она у вас русская, и красота русская, вот бы написать её. Я отлично сознавал, что сделать нарядный дамский портрет Сурикову не под силу, но он мог сделать что-то хорошее, иное, чисто суриковское. И я попросил его из моей жены сделать персонажа из толпы боярыни Морозовой, русскую бабу, типа той, что, опустив голову, стоит у саней. Воля Мек дал для этой цели чудный нежно-бирюзового цвета большой платок, вывезенный им из Индии. А я попросил жену одеть довольно грубую шерстяную кофту с прошивками. Портрет был неудачен по сходству, но что-то очень дорогое, суриковское, в нём было. В духовном выражении глаз, в русском чувстве в него вложено. Много толков и даже возмущения вызвал этот портрет княгини Бабы на выставке среди наших знакомых, что меня только забавлял. Серовскому рисунку трудно не верить. При всём своём внешнем угрюмстве Серов был человеком умного сердца, и он не скрыл обаяние модель. Он показал то, что видели, многие видели, но показал это куда отчётливее и глубже. Суриков увидел иное. Я чту прообраз в образе прекрасном. Эта строчка Микеланджело определяет сущность его подхода. Черты конкретного человека словно просвечивают своим историческим прообразом, неизменной основой народного понимания достоинства и красоты. Образ светской дамы начала 20-го столетия становится воплощением коренных свойств национально-русского характера, гордого, затаённого, страстного, властного и по-особому величавого. Монументальная статика композиции, сдержанная на энергичный аккорд холодных тонов, напряжённое движение руки, придерживающей платок, усиливает такое впечатление. Верно заметил Фёдор Шаляпин. Жест есть движение души, а не движение тела. Выразительность жеста здесь велика. Особенно в созвучии со строгой белизной скулацтого, словно окаменевшего лица, с тяжёлой, почти гипнотизирующей пристальностью взгляда. Порой начинает казаться, что Суриков не только провидец прошлого, но и угадчик будущего. Он будто предчувствовал дальнейшую судьбу Полины Щербатовой в эмиграции, ставшей популярной гадалкой, дар тайноведения которой рекламировался в парижской прессе предвоенных лет. Едва ли Суриков, очень далёкий от всякой мистики, задумывался об этом, отыскывая тени грядущего на её лице. Но он добирался до первооснов характера и, может быть, совсем непроизвольно проявил в её духовном облике те черты, которые подспудно таились в нём. Возможно, и другое – черты, предвосхищающие дальнейшую судьбу модели, увидели задним числом, когда всё уже свершилось. В науке такое толкование иронично называют ретроспективно умудрённым. И вообще лучше, наверное, вернуться к самому характеру живописи этого портрета, нежели, так сказать, рассуждать о всяких возможных предположениях. «Пишу портрет в голубом платке княгини Щербатовой. Очень интересное бледное лицо оповещало своей работе Суриков. Он воспринимал изображаемую прежде всего колористически, на контрасте основных пятен – белого и бирюзового. Цвет фона – серовато-жемчужный. Спинки дивана и глухой темно-зелёный не берут на себя много внимания. Убраны под платок и воспетые князем золотистые волосы. Полнокровно прописаны лишь самые значимые для художника части – лицо, одежда, платок. Мы часто недооцениваем содержательные возможности колорита. А ведь в настоящей живописи стоит говорить лишь тогда, когда цвет не только воссоздаёт окраску и фактуру предметов, но и подчинён выражению образной сути произведения, как в этом портрете. Я говорил уже о том, что для меня оставалось загадкой, отчего этот портрет не оставила себе Третьяковская галерея, не притязал на неё и Русский музей. Было странно, что работу такого уровня они так легко уступили. И как выяснилось, что предположительно этому, скорее всего, помешала сама героиня портрет. В наш музей этот портрет поступил не совсем таким, каким мы видим его сейчас. Точнее, будет сказать, совсем не таким. В своих поздних мемуарах Сергей Щербатов повествовал о том, что портрет этот начал день от дня темнеть, что огорчало и его, и Сурикова. Таким пожухшим, невыразительным по цвету он попал в музей. Это подтвердил мне художник Борис Васильевич Миловидов, который и видел его поначалу именно таким. И на его памяти портрет этот преобразился и снова засиял. Щербатов напрасно подозревал Сурикова в примитивности его живописной техники, даже, точнее сказать, технологии. Суриков был в данном случае не виноват. И вернуть портреты его прежний облик помог музейный реставратор 20-х годов Иван Васильев, который, как объяснял мне Борис Васильевич Миловидов, где-то в уголке немножечко, так сказать, потрогал поверхность холста и обнаружил, что весь портрет покрыт очень густым кофейным налётом. Очень густым кофейным налётом. И потихонечку этот налёт сантиметр за сантиметром он убрал. И портрет оказался высветленным и таким, каким мы его видим сейчас. И с тех пор он никак не изменился. Почему так произошло? Вот об этом надо, так сказать, думать. Кто этот злоумышленник, который покрыл его кофейным налётом? И каковы были его цели? Судя по неосведомлённости князя, руку к этому приложила сама Полина Ивановна. Или ей не понравился этот портрет, или хотела придать ему патину времени, сделать его более созвучным, старинным родовым портретом, которые висели в доме её мужа, потомка-историка Екатерининских времён Михаила Щербатова, который задолго до нас писал трактат о повреждении нравов в России. Гадать это сейчас, пожалуй, бессмысленно. Интереснее другое. И такой поступок вполне в характере портретного образа изображённый. И в чём-то отчасти обогащает его. Действительно, странная штука портрет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...